Приветствую всех любителей сказаний мифов и легенд и сегодня у нас с вами будет небольшой экскурс по женским божествам из мировой мифологии и не каких-нибудь там хранительницах очага, а по-настоящему жутко выглядящих богинях, окруженных черепами, костями и чудовищами, чей грозный вид повергал многих в ужас и увидим что не всё то чем кажется ну или по крайней мере что люди могут оправдать любую жестокость если захотят. Итак я представляю вам топ самых грозных богинь из мировой мифологии. В начало списка поставим богиню которая всем своим видом говорит о жестокости, насилии и человеческих жертвах, но так ли это на самом деле? Индуистская богиня Кали всегда пристаёт в пугающем облике худой четырёх рукой женщины с чёрными как смоль волосами, в правой верхней руке она держит окровавленный меч, в левой отрубленную голову, в нижней левой чашу наполняющейся кровью вытекающей из головы. На шее Кали висит гирлянда из человеческих черепов, а на поясе нечто вроде юбки из отрубленных человеческих рук. В общем внешний вид её вполне подходит для богини разрушения и смерти, однако в честь этой ужасной богини в Индии называли целые города. Почему же так происходило? Всё дело в отношении. Весь этот внешний ужасный вид на деле означал нечто совершенно другое, так окровавленный меч означал разрушение сомнений и двойственности, а значит внесение ясности. Голова что держит в своей руке Кали на самом деле голова демона, от которых она освобождает богов и людей. Она символизирует отсечение эго. Четыре руки Кали это четыре стороны света и четыре чакры. Пояс из человеческих рук это неумолимое влияние кармы, а ожирение из черепов это череда человеческих воплощений. Вот так из пугающего и откровенно разрушительного образа возникает вполне положительный персонаж, которому и поклоняться можно. Что собственно и делала в средние века банда индийских разбойников называемая тхаги. Они грабили караваны и убивали путешественников, причем убивали они особым образом, накидывали сзади на шею шарф или веревку, а затем душили, после чего закапывали ритуальной мотыгой или попросту сбрасывали в колодец. Однако не все тхаги убивали так, у них было даже некоторое деление, они делились на душителей, кинжальщиков, отравителей. Причем сам процесс убийства для них считался ритуалом, а присвоение имущества жертвы результатом этого самого ритуала. За 10 лет существования секты радикальные фанатики убили около миллиона человек.